здравствуйте уважаемые друзья по просьбе моих белорусских друзей и подписчиков я хочу поделиться с вами изготовлением ручейника как я его назвал мини так как мы будем изготавливать на крючке вот такой формы номер 16 если у вас нет крючка тимка 200r или аналогичного можно его подготовить и изготовить эту же мушку на нимфово в крючке фирмы gamakatsu поэтому я взял самую тоненькую нитку какая только допустим позволяет вам и закрепил сразу голографический люрекс которым мы будем сегментировать тело в качестве тела мы будем изготавливать все из приблизительно тех материалов которые можно будет найти в соответствующих магазинах но учитывая то что вот такой дабинг это суперфайн для сухих мушек вот его как вы я покажу вот такая структура он не намокает в воде можно использовать полипропиленовую пряжу или если у вас имеется перья cdc изготовить дабинг или же сам дабинг из сиди си давайте приступим к изготовлению я беру так как это волокно у меня несколько штапельное определенное количество вот так пряжи не смог не смазываю нить ничем не делая не дабинговую веревку не петь ли ничего просто закрепляю на нити так чтобы она коснулась и придавил после этого я беру сделаю буквально один оборот чтобы наше волокно схватилась с цевьем и только после этого я начинаю формировать нашу дабинговую веревочку вот как вы видите опять подмотали опять подхватили немножечко наше нашу пряжу следим за тем чтобы мы с вами прокручивали его в одну сторону вот так веревочка и не отпускаем до тех пор пока мы не сформируем с вами вот такую веревку и теперь удерживая рукой стараемся никуда не тянуть выполняем обмотку по телу как вы видите с расчетом того что наш дабинг сам по себе имеет уже скрученность нитки опять скрутим так как мы его раскручиваем при наматывании не отпускаем крутим крутим и не отпускаем опять получилась вот такая веревочка и опять продолжаем дальше производить намотку по телу обращая еще раз ваше внимание то что мы сразу получается как бы сегментируем наше тело отпустили наша пряжа сразу выровнялась и не держится у нас уже на нашей нитки закрепим ее здесь остатки удаляем мушка довольно таки простая изготавливать можно из разных материалов но учитывая то что эта мушка будет в основном рассчитана на поимку мелкой рыбы как уклейки густеры красноперки будем говорить так для того чтобы немножко поиграться с рыбой поэтому она изготавливается в такое величине если вы хотите ловить несколько крупнее рыбу значит необходимо величиной крючка отсеивать мелочь сразу брать на пару порядков больше чем вы планируете закрепили наш люрекс который мы просегментировали тело учитывая то что здесь нежелательно большое количество клея и других материалов совсем немножечко капельку суперклея нанести на место крепления и будем крепить остальные элементы удаляем наш люрекс в качестве основного крыла я буду крепить остатки вот у меня остаются обычно вот такие остатки перышек cdc я их культурно подровнял вот они у меня все разные подровнял отрезал саму ось и теперь я беру и вот так и все три можно четыре то есть сколько у вас по величине вы для себя будете подбирать это уже не столь принципиально подберете для себя так чтобы у нас густота и пышность нашего крыла позволяла нашей мушки держаться на плаву почему именно cdc потому что рыба при поклевках в основном мех который оленя косули лося очень быстро распознает и старается выплюнуть вот наш с вами наше перо cdc будет служить долго но долго относительно до трех поклевок это я вам гарантирую потом пропитывается слюной и необходимо будет ее заменить на другую но я так думаю не сложно будет связать две-три мушки и их потом менять после этого можно это перо которое наша рыба пропитала слизью через пар носик чайника заткнули бумажкой тряпочкой и на пару подержали через марлечку бумажку газетку она сразу у нас очистится подровняли ось пока длину крыла не выравниваем не подравниваем и вместо крепления там где мы оставили нить вот такой сперва только лишь подхватили немножечко вот так промотаем по цевью до колечка не доходим и возвращаемся теперь к точке крепления нашего пера аккуратненько убираем наши пальцы и вот здесь мы с вами друзья нарушим то правило которое обычно желательно не делать мы отрежем перо обычно перо cdc желательно общипывать но мы его вот так отрежем как вы видите хуже у нас не стало и вышла достаточно симпатичная хорошая крылышко и теперь самый такой вариант как я вам говорил еще вам дальше можно будет изготавливать можно я вам теперь покажу изготавливать вот обыкновенное перо которое продается в наборах китайских скальпов как вы видите ось пера настолько жесткая что можно изготавливать пружину поэтому в основном я если изготавливают для каких-либо допустим там рыбалок быстрых таких то можно нащипать для себя определенное количество вот так волос из ости подровняли но давайте я сейчас покажу как мы с вами сделаем здесь небольшое крылышко берем совсем немножечко ровно столько сколько вы для себя подровняли и отщипнули как вы видите у нас если мы будем с вами изготавливать крыло уже готова часть крылышко можно спокойно брать и нащипать определенное количество перышек для того чтобы у нас уже было готовое крыло подровняли как обычно по длине наших волосков вот это крыло которое сейчас я буду устанавливать с вами она может быть по длине и несколько короче я его в данный момент здесь закреплю только лишь для того добавлю еще вот у меня есть флуоресцентная вот такое оранжевая перышко я буду добавлю только лишь для того чтобы мне было хорошо его видно издалека так как я уже объяснял не один раз что само по себе перо cdc быстро сливается с водой с поверхностью и очень сложно контролировать мушку а тем более учитывая то что мы с вами изготавливаем мини ручейника нашего его будет контролировать еще хуже много точкам вот так рассредоточим как черепицу по цевью чтобы вышла вот такая облегающая конструкция больше нам ничего здесь не надо теперь окончательно мы хорошо подхватим промотаем материал и подготовим перышко для того чтобы изготовить лапки вот я вам покажу такой скальп как вы видите цены украинские это скальп из петушка из вот этой части которая ближе к шее я подбирал перышко вы исходя из того какой у вас величины будет крючок подберете для себя как вы видите перышко вот такое получается даже не совсем подходит как для сухих мушек но у нас выбора нет и хочется связать мушку поэтому друзья мои если у вас есть отдельно перышки для изготовления сухих мушек под конкретно под размер крючка они идут под своей градацией под определенную величину крючка подбирается перо и я на нить нанес остатки которые у меня были пера сиди сети которые мы отрезали с хвостика для того чтобы не использовать другой какой-либо даббинг и вот так легонечко я скрутил эти перышки сиди си которые у меня оставались и промотаю аккуратно место крепления будущего нашего ёршика доходим теперь с вами до колечка и здесь желательно нам хорошо закрепить нашу нить вы меня спрашивали почему я не вяжу узлы руками объясню сразу учитывая то что мы руками помимо того что вяжем ушки еще работаем имеются определенные заусеницы которые учитывая вот толщину моей нитки будет сложно закидывать потому что эти 35 волосиночек волосиночек будут обязательно цепляться очень чувствительная нитка если вязать образно говоря канатом или несколько вот это вот стандартная нитка я вам покажу даже ее толщину соизмеримо с той ниткой как с которой я работаю если вы сможете увидеть разницу поэтому исходя из этого я эту нить всегда стараюсь подвязывать узловязом накидные узелки можно делать это без вопросов через ручку через допустим любой цилиндр который у вас имеется сделал небольшую паузу чтобы вам показать вот у меня допустим имеется вот такой набор это дабинг cdc фирмы хэнс вот здесь также на оторваны эти бородки пера и уложены в пакетик расцветка их бывает разная поэтому если есть возможность то используйте перышко cdc и теперь как я уже говорил мы берем перо и пробуем в какую сторону у нас будет она хорошо наматываться влево или допустим вот как я попробовал мне но в эту сторону хуже чем так как я попробовал так как у нас нет возможности с вами хорошо его выравнивать подравнивать это для сухой мушки перышко и удерживаем в одном положении наш перодержатель выполняем в одной точке 23 сколько у нас выйдет оборотов как я уже говорил величина вот пера как вы видите немножко не соответствует по бородкам для моего ручейника но учитывая то что мы хотим связать можно использовать из-за этого сильно не переживайте подвожу нить на место крепления и здесь проматываю перо стараясь не подминать бородки подхватил после этого увожу их все вместе со своим пером назад и здесь немножечко подхватывая все перо теперь нам с вами остается взять перо охотничьего фазана и оторвать парочку бородок пера закрепим их у колечка выберем длину я как обычно так как перо cdc и здесь близко расположена перо ёршика я нанес на нить клей и потом сделал завершающий узел как и как вы видите вот такой наш мини ручейник готов к работе если есть у вас возможность использовать несколько меньше перо это было бы целесообразно даже в таком варианте он у нас имеет достаточно сбалансированную конструкцию так как опирается хорошо на ёршик крыло не позволяет опрокидываться нашей мушки вот и все друзья мои если будут какие-то вопросы пожелания пожалуйста я к вашим услугам благодарю за внимание до скорых встреч